А внутренняя среда организма – кровь, плазма и эритроциты. Вспомните, к какому типу ткани относится кровь, что такое гомеостаз. Как вы думаете, какие функции выполняют красные клетки крови эритроциты? Чем лимфа отличается от крови? Состав внутренней среды. Кровь тканевой жидкости и лимфа составляют внутреннюю среду организма. Кровь – это жидкая соединительная ткань, состоящая из жидкого межклеточного вещества, плазмы и форменных элементов, клеток, эритроцитов, лейкоцитов и неклеточных элементов, тромбоцитов. Кровь циркулирует в замкнутой кровеносной системе и непосредственно не соприкасается с клетками тканей и органов. Плазма крови проникает через стенки мельчайших сосудов, капилляров в межклеточное пространство и образует тканевую межклеточную жидкость, которая омывает каждую клетку. Из тканевой жидкости клетки получают необходимые вещества и отдают в нее продукты обмена веществ. В дальнейшем тканевая жидкость вновь возвращается в капилляры, образуя плазму крови. Общий объем тканевой жидкости в несколько раз превышает объем крови. Часть тканевой жидкости отсекает слепо замкнутые лимфатические капилляры, образуя лимфу, жидкую соединительную ткань, сходную по составу с плазмой крови. Функции крови. Находясь в постоянном движении, кровь осуществляет в организме множество функций. Питательная функция – это перенос питательных веществ и от органов пищеварения ко всем органам и тканям. Дыхательная – газотранспортная, перенос кислорода от легких к органам и тканям и углекислого газа в обратном направлении. Выделительная – доставка конечных продуктов, обмена веществ, мочевины, солей, молочной кислоты и других. Из тканей к органам выделения почкам, потовым железам или к месту разрушения. Печень. Защитная – благодаря наличию лимфоцитов и специальных белков антител поддерживается иммунитет. Организм защищается от токсинов и болезнетворных микроорганизмов. К защитной функции относятся также свертывание крови, предохраняющий организм от кровопотерь. Терморегуляторная функция, благодаря высокой теплоемкости, теплопроводность и кровь обеспечивает перераспределение тепла в организме. Регуляторная – перенос гормонов и других биологически активных веществ по всему организму. Все функции направлены на поддержание постоянства состава и свойств внутренней среды организма. Таким образом, можно сказать, что кровь выполняет единую гомеостатическую функцию. Состав крови – плазма и эритроциты. Количество крови у человека зависит от массы тела возраста. У взрослого человека примерно 5 литров крови. Свежая кровь представляет собой непрозрачную жидкость красного цвета. Если налить кровь в пробирку, дать ей отстояться, то через некоторое время можно будет четко различить три слоя. Нижний, более темный, непрозрачный слой состоит из красных кровяных клеток. Эритроцитов. Среди всех клеток крови они самые тяжелые, поэтому быстро оседают на дно. Средний, очень тонкий слой состоит из белых клеток крови, лейкоцитов и кровяных пластинок, тромбоцитов. А верхний – самый большой полупрозрачный слой желтоватого цвета – плазма крови. Плазма – это жидкое межклеточное вещество. pH 7,2 – 7,4, основную часть которого составляет вода – 90-92%. В состав плазмы входят также белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли, питательные вещества, продукты распада. Плазма имеет постоянный солевой состав. В клинической практике при большой кровопотере используют физиологический раствор – водный раствор солей, соответствующий по концентрации плазмы крови. Около 7% плазма приходится на долю белков. Среди них белки фиброноген и протрамбин, которые участвуют в свёртвании крови. Фибриноген. Если из плазмы удалить эти белки, то получится сыворотка, которую также можно использовать при переливании крови. Эритроциты. Эритроциты – это красные клетки крови, которые можно увидеть только в микроскоп. В капле крови размером с булавочную головку их содержится более 5 миллионов. Зрелые эритроциты имеют форму двояковогнутого диска. Благодаря такой форме эритроцит может легко проникнуть в тончайшие кровеносные сосуды. Эритроциты образуются в красном костном мозге и на начальных стадиях развития содержит ядро, которое в процессе созревания клеток замещается дыхательным пигментом – гемоглобином. Гемоглобин состоит из четырех молекул белка, в каждой из которых имеется небелковая часть гем, содержащая железо. Это определяет красную окраску эритроцитов и всей крови в целом. Гемоглобин легко присоединяет и отдает кислород углекислый газ, образуя нестойкие соединения. Эритроциты переносят кислород от легких ко всем органам и тканям. Углекислый газ обратно от тканей к легким частично переносится эритроцитами, а частично в растворенном виде присутствует в плазме крови. Эритроциты циркулируют в крови около 120 дней, а затем разрушаются в селезенке печени. Малокровие. Снижение числа эритроцитов или содержания в них гемоглобина приводит к анемии, малокровию, симптомами которой являются слабость, головокружение, повышенная утомляемость. Малокровие может развиться после большой кровопотери, после перенесенных заболеваний, например, малярии или при отравлении некоторыми ядами. Другими причинами анемии могут быть недостаток железа в организме или нарушение кроветворной функции. Кровь, тканевая жидкость и лимфа составляют внутреннюю среду организма. Они обеспечивают обмен веществ между органами и клетками тела человека. Кровь разновидна соединительной ткани. Она состоит из плазмы клеток, эритроцитов и лейкоцитов, а также кровяных пластинок, тромбоцитов. Кровь выполняет в организме множество функций, обеспечивая поддержание гомеостаза. Внимание! Нарушение переноса кислорода эритроцитами может привести к кислородному голоданию клеток организма. Наиболее чувствительны к нехватке кислорода клетки головного мозга. Достаточно пятиминутного прекращения доступа кислорода, чтобы нервные клетки начали гибнуть. К сожалению, в природе существуют вещества, которые гораздо более активны, чем кислород, соединяются с гемоглобином. Это угарный газ СО и бытовой газ. При соединении с угарным газом СО гемоглобин образует прочное соединение, теряя таким образом способность связываться с СО2. Нарушается перенос кислорода кровью, у человека наступает удушье, которое может привести к смерти. При отравлении угарным газом необходимо срочно обеспечить пострадавшему доступ кислорода, открыть окна, вынести на свежий воздух и вызвать врача. Для того, чтобы избежать возможного отравления угарным газом, необходимо хорошо проветривать помещение, не входить в незнакомые подвалы, не посещать свалки, а при пользовании печами и каминами следить, чтобы заслонки были открыты. При утечке бытового газа у человека может возникнуть отравление, сходное с отравлением угарным газом. Помните, что при запахе газа категорически нельзя зажигать спички, пользоваться открытым огнем, включать электроприборы. Необходимо открыть все окна и срочно вызвать аварийную газовую службу. В печени человека есть небольшой запас железа. Однако для нормального синтеза гемоглобина и образования достаточного числа эритроцитов железа необходимо постоянно получать с пищей. Этого элемента много содержится в мясных продуктах, гречке, яблоках, капусте, морепродуктах. Так что при разнообразном и полноценном питании человеку вполне достаточно того железа, которое он получает с пищей. Для синтеза гемоглобина также необходимы витамины В12 и фолиевая кислота.